Всем огромный привет! Сегодня хочу приготовить кабачковые оладьи. Натираю кабачки на крупной терке. Солю, все хорошо смешиваю и оставляю их минут на 15. Простояли кабачки 15 минут и теперь с них мне нужно хорошо отжать сок. В кабачки хорошо отжалываем и сейчас добавляю натертый на мелкой терке лук и чеснок. Яйцо. На средней терке натираю сюда сыр. Добавляю черный молотый перчик. Все хорошо смешиваем. Еще я знаю, есть хозяюшки, добавляют сюда соду или разрыхлитель. Я никогда не добавляла, не пробовала, как это с содой готовить кабачковые оладушки. Поэтому, если кто-то из моих подписчиков добавлял соду или разрыхлитель, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам нравится, не нравится. Напишите свой отзыв. Хорошо смешала, пробую на вкус. Если что-то нужно, добавляю еще или соль, или перец. Также сюда можно добавить орегано, паприку или какие-то итальянские или прованские травы. Но это все по желанию. Я, например, травы сюда не добавляю. Можно также добавить укроп или петрушку. Сейчас пробую и буду добавлять муку. Рецепт я напишу в описании под видео. Хорошо смешала и теперь будем жарить оладушки. В сковородку добавила растительное масло и хорошо ее сейчас мне нужно нагреть. Выкладываю в сковородку небольшое количество и жарить буду оладушки на среднем огне. Даже немножко меньше среднего. Не делайте огонь слишком сильным, потому что потом получатся оладушки сырыми внутри. Если вдруг они получаются сырыми внутри, то, конечно, их можно доготовить в духовке. Или же сложить потом все оладушки в сковородку, добавить немножко сливочного масла, накрыть крышкой и на медленном огне их немножко протушить. Это так делаю я. Вы пишите свои отзывы в комментариях. Жарю до золотистого цвета и переворачиваю на другую сторону. Мне нравятся такие кабачки. Есть соусом. Майонез напополам со сметаной развести. Добавить туда чеснок, укропчик, черно-молотый перчик. И это будет очень вкусно. Готовые кабачки подавайте соусом или со сметанкой. Они получаются очень ароматные, нежные и вкусные. А у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, пишите свои комментарии. Всем пока и до следующего видео. Субтитры сделал DimaTorzok